И снова здравствуйте! Мы сегодня с вами самый второй раз встречаемся после отпуска. И начну я, как обычно, с ваших писем, которым я очень рада всегда и очень всегда которых жду. И первое письмо прилетело с Украины, из города Сумы. Я буду читать письмо, оно короткое, а вы посмотрите, пожалуйста, на работу и учтите, что эта работа первая. Письмо такое. Здравствуйте, Танечка. Пишет вам Валентина Брыкова. Мне 56. Я никогда не вышивала, но когда увидела ваши работы, то поняла, что вышивание лентами это красота. Высылаю свою первую работу. Очень хочется поделиться, к чему я заочно научилась. С уважением, Валентина. Представляете, эти голуби – это работа первая. Я считаю, что на достаточно высоком уровне. Валентина, у вас такой потенциал. Развивайтесь! Это письмо опять с Украины, из Симферополя, от хорошо известной нам Людмилы Лещинской. Вот что пишет Людмила. Решила похвастаться плодотворным летом. Вышиваю, вышиваю, не могу остановиться. Вышивка лентами, пожалуй, мне доставляет наибольшую радость и удовольствие. Ну а как у меня это получается, вам судить. Итак, подсолнухи, пионы, розы и пейзажи. Наслаждайтесь работами, я умолкну, чтобы вы смогли... Обратите внимание на то, как сделаны интересно принты. Посмотрите, здесь создается ощущение паспарту, на котором продолжается вышивка. Работа получается с такой изюминкой очень интересная. Людмила, спасибо огромное. Хочу обратить внимание только еще на одну работу. Вот так Людмила увидела пион. Видите, как здорово. Это балерина в пачке, а на самом деле цветок. Или балерина. В общем, решать действительно каждому. А вот такого письма у меня в почте еще никогда не было. Очень необычно. И фотографии очень необычные, дивные. Как будто я вернулась в детство. Ну, посмотрите сами. Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Ирина. Мне 50 лет. Я артистка цирка. Всю жизнь занимаюсь рукоделием. Сейчас подбирается возраст и стала серьезно задумываться о будущем. Пока занимаюсь дрессурой. Ну, а дальше, наверное, ателье костюмов. Я всегда шила костюмы. За свою творческую жизнь пришила, наверное, миллионы блесток. И теперь на закате акробатической карьеры меня очень увлекло вышивание. Вышивку лентами для себя открыла буквально месяц назад. Дело в том, что я сейчас на гастролях в Китае, а здесь очень много в продаже разного рукоделия. Работы первые. Ирина сама об этом пишет. А вот те самые фотографии, про которые я говорила, которые меня умилили. Вот это вот кусочек номера Ирины. И это тоже кусочек номера Ирины. Но здесь зверь уже посерьезнее голубя. Посмотрите, как здорово. Очень интересно, Ирина. Спасибо огромное за письмо. И еще Ирина сделала одну интересную находку. Из наших уроков стало понятно, что ленты можно изготавливать самой. Просто взять и оторвать ленточки от шелковой ткани. Так вот, мы обычно брали для этих целей светлую ткань, а Ирина поступила по-другому. Я взяла цветной шелк и обновила старую футболку. Из спортивной она получилась нарядной. Действительно, идея очень богатая. Так ведь можно пустить в дело старое какое-нибудь любимое платье. Спасибо, Ирина. А вот это плод моей фантазии. Нет, это был набор рукоделия. Краила сшивала, вышивала его по набору. А вот слово тетелька моя импровизация. Ирина щетко. Ирина, спасибо огромное. И за идею, и за медвежонка. Очень милый получился зверек. И у вас здорово получается. Думаю, что вы и сама уже теперь не остановитесь. Такое это затягивающее занятие вышивка лентами. А сегодня у нас с вами что-то новенькое. Пошли мы однажды гулять с хорошо вам известной Натальей Леонидовной Кокаревой, с которой мы делали совушку. Искать вдохновение. И однажды на нашем пути встретился чудесный цветок душистого горошка. Вот он. И такой он замечательный, и такой он великолепный, и такой он усатый, что мне не терпелось повторить его в ленточках. Вот что примерно может получиться. Здесь, конечно, не очень продумана композиция, но смысл понятен. И сегодня мы с вами сделаем и вот такие вот чудесные, длинные, роскошные усяки, и вот такие вот цветочки. Милые совершенно. Из чего начнем? Естественно, начнем с самого вкусного. Будем делать усы, потому что они должны высохнуть для того, чтобы держать в будущем свою форму. Что нужно для того, чтобы сделать эти усы? Сейчас все расскажу. Во-первых, клей, как я уже говорила, он называется помощник вышивальщицы абсолютной, ПВА. И он нам нужен будет обязательно в разбавленном виде. Воды понадобится, да и клея совсем немножко, поэтому для этой цели я принесла вот такую вот мелкую посудину. Она одноразовая, ее можно будет не жалея, потом выбросить. Это просто крышечка. Это вам специально для того, чтобы понять, как мало понадобится клея и воды. Что мы сделаем? Да, еще что нам обязательно понадобится. Нам нужен будет кусок пенопласта для вашего же удобства. И как мы поступим? Очень удобно использовать кисточку, но ручка у кисточки деревянная, и наше сооружение, конструкция может прилипнуть к черенку кисти. Чтобы этого избежать, и вообще, чтобы заизолировать любую поверхность, в последний раз я использовала электрод для сварки. Нам пригодится с вами пищевая пленка. Мы возьмем и маленьким кусочком пищевой пленки, закроем черенок кисти. Просто обмотаем. Вот, у нас с вами подготовлена кисть. Естественно, чем большего калибра, чем толще будет ручка кисти, черенок, тем больше будет диаметр завитков наших усов. Вот кисти побольше. Что еще можно использовать, кроме электродов и кистей? Можно взять проволоку. Ее ничем не нужно изолировать, она скользкая, с нее хорошо будет сниматься конструкция, которую мы подготовим. Можно использовать кукольную иглу, а можно, и это самое, по-моему, удобное, шило, которое есть в арсенале каждой вышивальщицы. Сейчас ручка пластмассовая и немножко шершавая. Я ее тоже закрою на всякий случай пленкой. Налью буквально вот несколько капель воды и добавлю ПВА. Даже не один к двум, буквально три капли клея. Этого будет достаточно. Вот получилась такая беленькая водичка. У меня красивый ирис. Есть даже секционного крашения. Вот его-то я, пожалуй, использую, как будто у меня усик выходит из тени на свет. Сначала я отрежу кусочек ниточки и окуну в эту лужицу. и отожму лишнюю влагу. Пальчиками проведу так, чтобы капли исчезли. И нитка у меня останется практически полусухая, но этого будет совершенно достаточно. И теперь я просто намотаю на подготовленную защищенную рукоятку шила свою ниточку. Она мокрая и за счет этого будет держаться. Почему шила? Потому что мне очень нравится, когда диаметр завитков усиков исчезает, сходит на нет. Вот у меня получилась такая конструкция. А пенопласт нужен для того, чтобы освободить руки, чтобы нитка сохла. Посмотрите внимательно на то, как выглядит душистый горошек в природе. Вот таких богатых завитков, как наделала я, я просто не могла остановиться. Ну, практически нет, редко. Они чуть-чуть встречаются на кончиках стебельков. Но мне так нравится. Почему же я должна обязательно копировать природу? Я, пожалуй, заготовлю еще один завиток. И возьму для этой цели более темную ниточку. Теперь осталось подождать, пока высохнет. У кого не хватает терпения? Возьмите фен. Фен тоже быстро подсушивает нитку. Итак, с чего мы начнем вышивку непосредственно? Предлагаю начать со стебелька. Еще раз посмотрите, какой он интересный. Если обычно я вам говорю, что стебли выглядят пластично, то есть плавно изгибаются, то здесь история другая. Здесь стебелек как бы изламывается. В нескольких местах, в таких коленочках. Вот это мы с вами и попытаемся воспроизвести. То есть линия у меня получится ломаная. Вот у меня идет прямо стебель. Потом он как-то чуть-чуть так изгибается. Прямо явно виден угол. И еще раз может изогнуться. А на конце такое разделение. И из этого вот разделения уже выходят усики. Вот здесь он может продолжиться. И здесь вырастет цветочек. Ну и чтобы ему не было скучно, сделаем второй цветочек. А вот в местах этих изгибов у нас будут листики. В общем-то ничего сложного. Но, как всегда, есть изюминки. Стебель у нас сначала толстый у основания, потом становится тоньше. Я возьму, для того, чтобы передать вот эту вот особенность, я возьму целую пасму мулине. И мулине у меня тоже очень красивое. Секционного крашения. Посветлее, потемнее зелень. Мне очень нравится. И такая светлая, как у горошка. И что я сделаю? Сначала до первого изгиба, до первого уголка, я сделаю стежок всеми шестью нитями из пасмы. Потом наизнанке я возьму, завяжу маленький узелок. Захвачу буквально одну ниточку ткани, чтобы у меня на лицевой стороне не было грубого такого стежка видно. Вот, я закрепила нитку. А теперь я отделю две нити от всей пасмы. Они мне больше не понадобятся. И таким образом я буду продолжать вышивать уже не шестью нитями, а четырьмя. И стебелек у меня станет чуть-чуть тоньше. Для того, чтобы у меня стебелек был непрерывным, я сейчас введу иголку, прям в нить. Расщеплю предыдущий стежок в самом конце. И у меня получится, что следующий стежок выходит из предыдущего. Обратите внимание на такой нюанс. Первый стежок с шестью нитями, которые мы делали, он из неразделенной пасмы, еще скрученной. Когда мы с вами отделяли две нитки, мы могли ослабить скрутку нитей, и не будет видно перехода, что здесь стебель стал тоньше. Поэтому прям вот еще раз подкрутите ниточку, чтобы она вновь легла плотно, и чтобы было видно утоньшение. И теперь я еще раз повторю то же самое, что мы с вами уже сделали. То есть я через одну ниточку завяжу узелок, отделю две ниточки, и буду продолжать двумя нитками уже. Здесь я тоже закреплю в месте развилки, я тоже закреплю через одну ниточку аккуратно. Но обрезать не буду. Я просто оставшиеся две нити разделю. И одну часть развилки выполню в одну ниточку, и вторую часть развилки выполню тоже в другую, в одну ниточку. Для чего нужно обязательно завязать узелок? Для аккуратности мы будем использовать одно и то же отверстие. Вот чтобы у нас не выпало, не распалось ниткой, чтобы не выпало, и нужно закрепить ее. Вот у нас с вами получился стебелек, практически непрерывной линией, который начинался с толстенького, а заканчивался в одну ниточку. Очень изящно. Мне очень нравится, что получилось. Естественно, нитки у нас не пропадут, пригодятся нам, потому что, как мы знаем, в лентах ни брака не бывает, ни остатков не бывает. Теперь предлагаю перейти к самому вкусному. Предлагаю сделать цветочек. Для того, чтобы выполнить вот эти вот дальние, большие лепестки крылья, большие, я возьму ленту шириной 12 мм. В нижней части лепестка выведу ленту и подготовлюсь для выполнения моего любимого обратного стежка. Для меня не так уж и важно, чтобы вот эти вот точки сходились в одном месте. Напоминаю, что такое мой любимый обратный лепесток. Я положу ленточку вот так вот с подворотом, с подгибом и воткну иглу в ту часть ленты, которая у меня лежит на ткани. То есть у меня останется арка, а пришита будет нижняя часть. Когда я аккуратно сформирую стежок, он получится кругленьким таким сверху и выпуклым. Начинать я буду опять же с нижней части лепестка. И повторю свои действия в зеркальном отражении. То есть теперь я положу ленточку вот так и опять вкалю иголку в нижнюю часть этого мостика. Вот так у меня получилось. Все, на этот цветочек этого цвета ленты мне достаточно. Мне осталось только обрезать с изнанки ленту и закрепить ее. Я ее просто припаяю. Теперь очень вкусная часть цветка. Для нее я возьму ленту, которая будет отличаться по цвету от предыдущей, чуть-чуть посветлее и уже в два раза ровно, 6-ти миллиметровую. Внизу, чуть ниже тех точек, из которых выходили первые стежки, выведу ленточку и для объема сделаю французский узелок. Это у меня будет подготовительная часть работы. Теперь ниже французского узелка опять выведу иголку и накрою наш узелок достаточно таким длинным стежком. А теперь смотрите, чтобы вот эти вот стежки у меня не разваливались, я возьму и зафиксирую их иголочкой. В кромку одного стежка и в кромку другого иголку воткну и приведу их друг к другу одним уколом ленты. И теперь еще более интересное. Между темным стежком и светлым стежком я выведу иголку недалеко от светлого центрального стежка. И что я сделаю? Смотрите. Во-первых, я сделаю стежок чуть короче и постараюсь увести иголку, не трогая ленточку вообще, туда, в глубину. Стежок не очень длинный. Сантиметр максимум. А теперь, когда я буду подтягивать ленту, я буду ее держать таким образом, чтобы этот короткий стежок у меня встал на ребро. Чтобы постараться повторить то, как сделала уже природа. Видите, у меня такой стежочек получился. И второй точно такой же повторю с другой стороны. Вот получилась серединка душистого горошка. Все. Эта ленточка мне тоже больше не понадобится. Я ее также обрежу и также припаяю с изнанки. Если вдруг кто-то не уверен в своих силах или кто-то хочет подстраховаться, сейчас я вам покажу, как можно подстраховаться. Нужно взять нитку в цвет розовой ленточки и закрепить маленькими стежками вот эти вот стежочки, стоящие на ребре, таким образом. Притянуть одну кромку к ткани, пришить, чтобы уже точно зафиксировать стежки в этом положении. Вот так. Я вывожу иголку, не трогая ленточку, не задевая, а потом нижнюю кромочку пришиваю, фиксирую. И когда я вот этим вот микроскопическим стежком притягиваю ленточку, ребро ленточки к ткани, она в таком положении остается. Вот. Теперь серединка стала еще более серединистой. Цветочек сделали. Естественно, наш цветочек не может висеть в воздухе. Нам нужно от стебелька к цветку продлить этот стебелек, чтобы не улетел никуда наш цветочек. Я просто сделаю короткий стежок. Все, цветочек у меня растет на месте. листики. Листики мы сажаем в местах изгиба стебелька. Я возьму ленту шириной 12 мм и сделаю достаточно длинный, сантиметра два с половиной, боковой ленточный стежок. подтяну, чтобы у меня был красивый красивый завиток. И у меня получится настоящий листочек душистого горошка. Для того, чтобы на изнанке у нас не было длинного перехода, я после одного этого листка ленту обрежу и закреплю. Второй листик у меня будет практически из той же точки, что и первый. Обратите внимание, чтобы листик не повис в воздухе. Игулу выводите очень-очень близко от стебля. А здесь мне хочется сделать центральный ленточный стежок. И у меня получится второй дивный листик. Необычный стебелек готов, цветочек мы сделали, листики вырастили, осталось самое вкусное, осталось усы, благодаря которому и опознают в любом случае наш цветочек как душистый горошек. Пока досыхает моя ниточка, хочу обратить ваше внимание на организацию рабочего места. Это действительно очень грамотно и очень удобно использовать две разные игольницы, одну для ниток, а вторую для лент. Таким образом у нас ленты будут в сохранности, не будут подвергаться риску, и нитки будут все на виду. Ну и так прямо и хочется, чтобы раздалась барабанная дробь. Что же у нас получилось? Аккуратненько в сторону узких завитков, естественно, я сниму ниточку высохшую и получилось вот такое чудо. Мне так нравится. Обратите внимание, в природе для того, чтобы расти вверх к солнышку, вот это цепляющееся растение выпускает эти усики из самых кончиков стебелька. Вот сюда-то мы сейчас и приделаем наши усы. здесь можно поступить двояким образом. Можно за серединку завитка пришить при помощи зелененькой ниточки, а можно конец этого завитка вставить в иголку и поступить с ним, как с обычной ниткой. Я сейчас так и сделаю. И вот что у нас с вами получилось. Как мне нравится, так здорово. Ну что, желаю вам успеха. Пишите мне письма. Мы с вами обязательно встретимся и придумаем что-нибудь новенькое и что-нибудь интересное, как всегда. До свидания! Редактор субтитров Корректор А.Егорова